Доброго времени суток! Всем с вами Марина Хвалёва и школа фонфлористики. В этом коротком видео мы разберем с вами цветы ириса. Но не обычного ириса, а вот такого карликового. Они высотой всего с ладошку. А высота самого соцветия всего лишь 4-5 см. Начнем мы свой разбор с рассмотрения листочков ириса. Они у него точно такие же, как и у больших ирисов, но только в таком мини-размере. Высота листочков составляет всего около 8 см в высоту. И, как и у обычного ириса, крепление листочков один на один в один. Если будет к этому листочку крепиться еще дополнительно листики, то следующий будет вставляться вовнутрь. Последующий еще вовнутрь и так далее. То есть каждый последующий листочек, он накрывает основание предыдущего. Также и у основания каждого цветочка тоже есть листочки. И здесь листочек тоже крепится таким образом, чтобы стебелечек был внутри. То есть листочек полностью его обволакивает со всех сторон. И из этой серединки уже и произрастает стебель. Ближе к самому соцветию листочки переходят в такие вот прилистники. Они точно также обволакивают стебель. И такие имеют жухлые верхушки. Если у больших ирисов вот такие вот пожухлые прилистики, они гораздо больших размеров и, как правило, они уже полностью жухлые, то у таких вот мини декоративных ирисов, они в основном зелененькие, но только в верхней части переходят в такую вот пожухлость. И, в принципе, они что-то среднее между вот теми жухлыми прилистниками обычных ирисов и листочками, которые крепятся у основания. Поэтому такой переход, он практически не заметен. Листочки просто аккуратненько переходят в такие вот прилистники, которые крепятся и прикрывают зависть у основания ириса. И далее уже цветок переходит непосредственно в свое соцветие. Теперь более детально рассмотрим непосредственно строение самого цветка. выше от зависти находится цветоножка. Она как продолжение стебелечка, но, в принципе, это уже часть цветка. И далее она венчается короной самого цветка непосредственно листочками, тычинками и рыльцем. Основание пестика вот здесь как раз в завязи. И здесь по этому цветостеблю цветоножки заканчивается пестиком. Сейчас мы аккуратненько разберем цветок и вы увидите эти детали поближе. У обычного цветка ириса по 6 лепесточков на цельном покажу еще раз. Три внешних лепестка с такими вот бородками и тычинками. И три внутренних лепестка, которые приподняты вверх. Крепление похоже на крепление значка Мерседеса, наложенного один на один. Три внешних лепестка равноудалены друг от друга. И между ними крепятся лепесточки внутреннего ряда. Вот наши лепестки внешнего ряда. Они хорошо обычно отогнуты вовне. И на серединке каждого лепестка вот три внутренних лепестка, которые всегда приподняты вверх. И в самой серединке верхушечка нашего пестика непосредственно рыльца. Опять-таки покажу на неразобранном цветке. Вот наша рыльца очень красивая, очень богатая. У всех цветов ириса. И оно, как правило, совпадает по размещению с лепестками внешнего ряда. Помимо богатого, красивого рыльца в виде таких вот крылышек, у ириса есть и классические такие вот тычинки. Каждая тычиночка прячется под крылышком рыльца. Сейчас я вам ее покажу. Вот здесь прячутся тычинки. Ну и в данном случае их тоже три. Этот сорт ириса имеет очень насыщенный такой чернильный фиолетовый цвет. У меня даже вот руки уже чернильные. И легкий такой вот желтоватый оттенок у основания. Светло-желтоватый оттенок у основания. Прожилочки на лепестках также имеют такую тёмную сетчатую фактуру. Лепесточки внешнего ряда, они еще более насыщенные, еще и более тёмные. Но также у основания лепесток более светлый. Легкий-легкий желтоватый оттенок. И также цвет бородки у основания имеет желтый оттенок. Крылышки рыльца имеют более светлый оттенок. Они тоже фиолетового цвета в верхней части. У основания практически такого очень легкого светлого оттенка. С вот такой проявленной бороздочкой по центру. И тычинки тоже имеют такой легкий фиолетово-синий оттенок на пыльниках. На этом наш разбор карликового ириса завершён. Я надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии, если это так. И если вы бы хотели, чтобы я сняла мастер-класс по этому цветку. Я желаю всем творческих успехов. С вами была Марина Хвалёва. До скорой встречи!